Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, граждане и гости города. Мы рады приветствовать вас здесь, в Ледовом дворце спорта юбилейной, где буквально через несколько минут в очном противостоянии сойдутся команды, чьи логотипы вы уже видите на своих экранах. Нефтяник из Альметьевска и Химки из Воскресенска. Поэтому впереди интересные выходные хоккейные в субботу матч. Ну и в понедельник, начало следующей недели, перед Новым годом, в канун Нового года, начнем с поединком с Динамо и Санкт-Петербурга. Ну а прямо сейчас наблюдаем за тем, как все начиналось, как было впервые и вновь. Вот так вот Валеев открыл счет в этом матче и казалось, что все пойдет по сценарию Альметьевской дружины. Начали действительно за здравие. Валеев уже на четвертой минуте открыл счет самостоятельно. Показывает нам Михаил Сарматин, объяснял он Тимуру Фадкулину какие-то действия. Сарматин нападающий, Фадкулин, Сарматин в прошлом прославленный нападающий, сейчас, разумеется, тренер нефтяника. Фадкулин защитник, но Сарматину есть что рассказать своему подопечному. Открыли счет нефтяники Артем Валеев, но удаление, которое последовало, Максим Савахов удалился и была возможность отыграться в большинстве. И, собственно, Олег Губин эту возможность реализовал. Сейчас мы с вами увидим эту шайбу. Губин завершает трехходовку. Значит, медведем мы Авраменко. И, таким образом, счет стал у нас 1-1 в большинстве. Единственную шайбу мы с вами имели возможность наблюдать здесь и сейчас. В дальнейшем шайбы забрасывались в равном составе. Ну и, к сожалению, для поклонников альмитского хоккея чаще их команда доставала снаряд из сетки. Вот так вот Илья Авраменко вывел вперед своих одноклубников. В передачу ему соорудили Мальцев и Губин, но и Авраменко, конечно, здесь блеснул индивидуальным мастерством, слаломный проход и блестящее завершение. Еще раз наблюдаем эту шайбу. Таким образом, счет у нас стал 1-2 в пользу воскресенского химика. Показывает на больную Альфред Чехизатулина. Старался он достучаться до своих подопечных. И, собственно, его подсказы пошли на пользу. Денис Шираков восстановил равенство. Таким образом, счет стал 2-2 в ассистентах Полыгалов и Валеев. Под занавес первого периода казалось, что с этим счетом уйдут команды на перерыв. Но иное мнение было у Максима Мальцева. Он нанес точный просок. Губин и Авраменко в ассистентах. Ну и Мальцев, собственно, завершил эту комбинацию. На пятаке удачно подставив клюшечку. Вот нам показывает 80-й номер. Получите, распишитесь. Эта шайба стала последней в матче для Федора Каратаева. Во втором периоде на ледовой площадке появился уже Рафаэль Хакимов. Но и он оказался распечатан. Хотя пришлось, конечно, немало потрудиться. И его коллеге по амплуа Дмитрию Куликову на противоположных владениях. Но вот нефтяник во втором периоде отличиться, к своему сожалению, не смог. А химик с помощью Ильи Авраменко образцовала показательную комбинацию. И так было преимущество удвоено практически к экватору. 4-2 Илья Авраменко. И, соответственно, задача для нефтяника усложнилась до предела. Они способствовали удачному счету для химика и удаления в составе нефтяника. Но, как я уже говорил ранее, большинство реализовать не получилось. Но, однако, когда нефтяник действовал в меньшинстве, говорить и вести речь о том, что нужно было бежать вперед и отыгрываться, так же, конечно, не приходилось. Нефтянику приходилось как раз-таки сосредоточиться где-то на обороне. Ляхов очень полезно действовал. Два эпизода с его участием мы и видели. Но сегодня действительно защитники очень здорово включались в атаку. И Цуканов, и Ляхов, и Сорокин за Фурчуком. Многих можно перечислять. Однако отличились не они. Ну и, собственно, третью шайбу нефтяника мы увидим уже прямо сейчас. Это нам показывали эпизод во втором периоде, где Рафаэль Хакимов на последних секундах спас команду от пятой пропущенной шайбы. И в итоге остановился нефтяник на четырех пропущенных. Ну а, собственно, Радель Галеев покажет нам сейчас эту заброшенную шайбу. Замкнул передачу Данила Гизатулина и сократил равенство. Гизатуллин здесь, конечно, вот тот самый случай, когда сама передача не менее ценная, чем заброшенная шайба. Здорово прошел по левому борту. Выкатил шайбу на Фазлеева. Фазлеев стянул на себя соперников. Хитро ее пропустил, а может просто промахнулся. Это не суть важна. Главное, что Радель Галеев по правому борту вторым темпом смог ворота уже на тот момент отыгранного Дмитрия Куликова шайбу послать. Счет 3-4 показывает нам стычку Фазлеева и Шипова. Ну и, собственно, ждали мы, что нефтяник сможет забросить и четвертую шайбу. И моменты вроде бы возникали. Но в последний момент всегда возникал Дмитрий Куликов и спасал свои ворота. За что, собственно, полевые хокисты благодарили его после матча. Большой молодец Дмитрий Куликов. Отдаем должное воскресенскому химику. Одержали победу. Ну и, собственно, нефтяник сделает определенные выводы. И это поражение сделает команду еще злее и еще сильнее. А как то будет на самом деле узнаем совсем скоро. В субботу ждем вас у экранов своих гаджетов, телефонов, телевизоров в 17.00 по московскому времени. На этом все. Меня зовут Всеволод Дворкин. Благодарю творческую бригаду во главе с режиссером трансляции Андреем Печеровым. Увидимся на хоккее, друзья, в субботу в 17.00.